Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Бытия». И сегодня мы будем читать 32-ю главу этой книги, которая начинается словами «А Яков пошел путем своим». И встретили его ангелы Божьи. До этого мы читали о том, что Лаван встал рано утром и поцеловал внуков своих и дочерей своих и благословил их. Хотя Лаван был и язычник, хотя Лаван был нечестивым человеком, но его любовь к дочерям, к собственным дочерям, к внукам, она, безусловно, могла принести им благословение, потому что такое благословение даже нечестивый человек дает из глубины своего сердца. И этим нельзя пренебрегать. После того, как Яков пошел путем своим, то есть он отделился от нечестивого Лавана, он встречает ангелов Божьих. Точнее, как мы прочитали, и встретили его ангелы Божьи. Яков, увидев их, сказал, это ополчение Божие, и нарек имя месту тому Маханаем. Слово Маханаем буквально означает два стана или два отряда, имеется в виду два отряда ангелов. И в древние времена было такое предположение, что один отряд ангелов – это те, которые оберегали Якова и его семейство на чужбине. А другой отряд ангелов – это те, которые ангелы Святой Земли, они встречают Якова на Святой Земле Эрецисраэль. Дело в том, что чужая земля, она тоже находится под защитой ангелов. И в книге пророка Даниила рассказывается о том, что у каждого народа, даже языческого народа, есть ангел-хранитель, который называется Сарим, то есть князь или князья, небесные защитники того или иного народа. И когда народ живет на своей земле, даже нечестивый народ, ангелы его оберегают, ангелы этой земли. И у пророка Даниила там описывается, что действительно у каждого народа есть некий небесный покровитель, потому что народ не может выжить, если не будет у него защиты от Бога. Но Святая Земля, в понимании древних, она отличалась от любой другой земли тем, что здесь было прямое божественное управление. Если на чужбине Господь управлял этими народами, землями, чьи из ангелов, то на Святой Земле, в понимании древних, было прямое управление Бога, а ангелы просто выполняли какие-то его поручения, которые он им давал. Итак, Иаков нарек имя, место тому Маханаем, и мы знаем из Библии, что царь Давид будет убегать в это место. И далее мы читаем, «И послал Иаков перед собою вестников к брату своему Исафу в землю Сеер в область Едом». Вестники по-еврейски «малахим». И слово «малахим» в таком прямом смысле означает «ангелов». Слово «малахим» в прямом смысле означает «ангелов». Как Иаков мог послать ангелов? Одни ангелы передали эстафету, заботу о нем другим ангелам, и теперь он посылает этих ангелов, умоляет их, чтобы они отправились к Исафу, потому что Иаков боится встречи с Исафом, и чтобы эти ангелы как-то смягчили сердце Исафа. Ведь Исаф говорил, что он может погубить Иакова, как только предоставится для него такая возможность. И существует древнее предание, что эти ангелы «малахим», они просто напали на Исафа, посланные Иаковом. Они не то чтобы стали умягчать сердце Исафа, они стали уколотить, избивать. Представляете, человека избивают ангелы. Это трудно представить, но вскоре мы будем читать об этом, когда Иаков будет драться с ангелом. А тут ангелы, посланные Иаковом по этому преданию, они стали колотить Исафа, а Исаф возмущается, что вы меня колотите, я же внук патриарха Авраама, Божьего пророка, а те продолжают его колотить. Он кричит, Исаф, что вы меня колотите, у меня отец, патриарх и пророк Исаак. А они его продолжают колотить. Тогда он кричит, у меня брат Иаков, он праведный, он тоже пророк. Тогда ангелы перестали его колотить, и старший из них сказал, вот помни о том, что Иаков твой брат, и он пророк Божий, и он на оси, то есть он патриарх. И послал Иаков перед собой вестников к брату своему Исафу в землю Сейр, в область Эдом. И приказал им, сказав, так скажите господину, моему Исафу, вот что говорит рапту Иаков, я жил у Лавана и прожил до ныне. И есть у меня волы и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни. Я послал известить о себе господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоими. Ну, ангелы поступили по этой древней легенде немножко иначе. Они просто стали колотить Исафа. И в какой-то момент Исаф понял, что он выжил только благодаря тому, что у него есть такой прекрасный брат, Иаков, который дружит с ангелами. И теперь Исаф должен изменить отношение к Иакову. Он не должен искать для него смерти, потому что это небезопасно, нападать на святых. И возвратились вестники к Иакову и сказали, мы ходили к брату твоему, Исафу, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек. Считается, что Исаф как-то заранее узнал, что Иаков приближается к святой земле, и он собрал этот отряд 400 человек, наверное, для того, чтобы расправиться с Иаковым. Сейчас он продолжает движение с этими людьми, но сам он понимает, что связываться с Иаковым небезопасно. Иаков, то есть, когда он услышал про этот отряд из 400 человек, ну, зачем, если ты едешь навстречу с братом, брать с собой отряд из 400 человек, не очень понятно. Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий, и крупный, и верблюдов на два стана. Вот здесь действия Иакова такие, что он подражает ангелам. Если вот ангелов он увидел, а не двумя станами, и вот всех своих людей он делит тоже на два стана. Святые, они стараются уподобляться ангелам. Ведь что такое любой человек? Любой человек, он находится между животным миром и ангельским миром. И в зависимости от того, кому он подражает, или ангелам, или животным, вот таким он и становится. Иаков, мы видим, он подражает ангелам. Он увидел, что ангелы выступают двумя отрядами, и вот он делит своих людей тоже на два отряда. И сказал, но у него здесь как бы своя земная логика, если Исаак нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись. И сказал Иаков, Боже, отца моего Авраама, и Боже, отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Не достоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты створил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. О чем здесь говорит Иаков, и вообще непонятно, почему он переживает, если Господь ему уже ранее сказал, что позаботиться о нем. Нечто подобное мы видели в поведении Авраама, когда он сумел освободить своего племянника Лота, он тоже начал ужасаться. А ведь Бог ему сказал, я о тебе буду заботиться, я благословлю тебя. И создается ложное впечатление, что эти люди как бы не доверяют славам Бога, но это не так. Будучи глубоко верующими такие люди как Авраам, как Исаак, как Иаков, они всецело доверяли Богу, и они никогда не сомневались в нем, но они сомневались в себе. И вот здесь Иаков говорит, я не достоин твоей милости, он сомневается в себе. Да, Бог ему сказал, что будет заботиться о нем, что вернет его в эту землю, но в понимании таких людей все это не небезусловно, это зависит от того, как будет вести себя Иаков. И мы знаем, что есть пророчество о том, что русская земля возродится, что у нас будет царь, что мы будем противостоять антихристу, как народ Божий. Но все такие откровения, они не небезусловны. Мы должны быть достойны тому, чтобы стать народом, который воспротивится власти антихриста. Мы должны быть достойными того, чтобы Господь поставил бы над нами царя, который был бы по геократическая монархия воцарилась здесь на земле. Поэтому все не небезусловно. И Яков сомневается в себе, так же, как и Авраам сомневался в себе. И мы должны сомневаться, а может быть, у нас уже нет никакого доброго будущего, может быть, мы исчерпали как бы лимит Божьей благословений и своим нечестием мы разрушили свой собственный дом. «Избавь меня от руки брата моего», молится Яков, «от руки Исафа, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми». Ну, здесь такой эфемизм, как бы говорится об одной матери, но понятно, что речь идет и о Рахиле, о Лии, о Бильге и Зельпе. «Ты сказал, я буду благотворить тебя и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». И вот с мыслью о том, что все-таки Господь так сказал, Яков засыпает. И ночевал там Яков в ту ночь и взял из того, что у него было, в подарок Исафу, брату своему, 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдец, дойных, жеребятами их, 40 коров, 10 валов, 20 ослиц, 10 ослов. И дал в руки рабам своим каждое стадо особо, и сказал рабам своим, пойдите предо мною, и оставляйте расстояние от стада до стада, и приказал первому, сказав, когда брат мой Исаф встретит тебя, и спросит тебя, говоря, чей ты, и куда идешь, и чье это стадо пред тобою, то скажи, раба твоего Иакова, это подарок, постный господину моему Исафу, вот и сам он за нами. Тоже приказал он и второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами, говоря, так скажите Исафу, когда встретите его, и скажите, вот и раб твой, Иаков, за нами, ибо он сказал сам себе, умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, и потом увижу лице его, может быть, и примет меня. И пошли дары перед ним, а он ту ночь ночевал встанье. Итак, мы видим, что здесь он отправляет вот этих людей, это уже не ангелы, это именно люди. Ну, а что могут сделать люди? Ну, там, козу привезти, барана, корову. Ангелы как бы скрыли от Иакова то, что они уже разобрались. С Исафом, если согласиться с этой легендой, которую я рассказал, хотя она выглядит очень сказочно, и встал в ту ночь, то есть пробудившись, и взяв двух жен своих, и двух рабынь своих, и одиннадцать сынов своих, перешел через Иавок вброд. двенадцатый сын его еще не родился, он родится между Иерусалимом и Вифлеемом, Байтлахемом, и во время этих родов как раз умрет любимейшая жена Иакова, Рахиль. И, взяв их, перевел через поток и перевел все, что у него было, и остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари. Итак, здесь мы прочитали «И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари». А кто же это некто? Давайте посмотрим, какие существуют комментарии на этот счет. «Ночная борьба Якова с ангелом многое часто комментировалось отцами в буквальном смысле. Ангел был послан Якову, чтобы тот уверился в сопутствующей ему помощи и не боялся Исафа». Действительно, тот, кто может бороться с ангелом, что же он будет бояться человека. Это точка зрения Златоуста. С точки зрения типологии здесь была прообразована борьба неверующих иудеев с Бога Человеком Христом. Вот такую точку зрения высказывают три автора – это Цезарий Аровский, Блаженный Августин и Иларий Пиктовийский. В назидательном плане борьба с Богом означает состязание в добродетели, доступ к которому открыт через крест. Это истолкование святителя Амбросия Медиаланского. В этой борьбе Иаков показал себя одновременно сильным и слабым. Это точка зрения Ефрема Сирина. Сама же борьба заканчивается с восходом зари, то есть с пришествием в жизнь верующего Солнца правды Христа. Это Кирилл Александрийский и Блаженный Августин. Имя Израиль толкуется не только согласно стиху 28, но и как видющий Бога. Это точка зрения Златоуста и Блаженного Августина. На самом деле существует еще большее количество разных объяснений с кем же боролся Иаков, потому что вот это уточнение, что он боролся с кем-то, то есть была борьба, некто боролся с ним. Кстати, Таргуман Келоса предлагает немножко другую конструкцию. И остался один, то есть Иаков, и вот некто спорил с ним до самой зари. спор, борьба, может быть, здесь есть даже какая-то синонимичность. Некоторые экзегеты древние считают, что это было молитвенное борение, как молитвенное борение было у Христа в Гефсимании, а в этом случае Иаков тоже пребывал в неком молитвенном борении. Но наша задача как бы не останавливаться на каком-то одном комментарии, а показать всю палитру разных мнений. В этом, богатство традиций. В этом смысле одно церковное объяснение не исключает другое, даже если внешне оно противоречит. На самом деле все эти объяснения дополняют друг друга. Итак, вернемся к синодальному тексту, и остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари. Ну, непонятно, почему до появления зари. А что, когда появляется заря, удар по гонку, и борьба на ринге приостанавливается. Немножко непонятно. «И увидев, что не одолевает его, то есть вот этот некто, ангел, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним, когда он, то есть Яков боролся с ним, и сказал, кто сказал, «Ангел, отпусти меня, ибо взошла заря». Ну, немножко непонятно, ну, взошла заря, а что это может означать, это как-то непонятно. Это же не вампир какой-то, который боится лучей солнца. О чем речь? Есть такая точка зрения, что речь идет о том, что ангелы, ангелы Божие, они, когда вот заря восходит, они начинают благословлять Бога, они начинают петь перед Богом славословие. И вот этот ангел, который боролся с Яковом, он говорит отпусти меня, ибо взошла заря. А это то время, когда Бог обновляет все свои благословения. Сказано в книге Плач Иеремии, что Бог каждое утро обновляет все свои благословения. То есть каждое утро Бог как бы метафорически так можно сказать, он как бы творит мир заново, а мир был сотворен при ликовании ангелов, как мы знаем, и поэтому ангелы говорит, ибо взошла заря, отпусти меня. Яков пользуется вот этой ситуацией, Яков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Вот эта фраза, она подсказывает нам, что действительно это могло быть молитвенное парение, а не какая-то драка, как это может показаться на первый взгляд. Яков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня, и сказал, как имя твое, ангел вопрошает его, не в том смысле, что ангел не знает его имя. Ангел по поручению Бога должен поменять его имя. И вот в этом новом имени будет особое благословение для Якова. И сказал, как имя твое, он сказал, Яков, и сказал, то есть ангел, отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь. Итак, здесь мы видим что-то совершенно необычное, меняется имя Якова на Израиль. А мы помним, что имя Якова означает тот, кто запинает обходит обманщик. В общем-то обманщик. Почему меняется имя? Потому что Яков, во-первых, понес наказание за ту неправду, которую он делал по отношению к своему слепому отцу Исааку и исправил свои дурные качества. Поэтому имя его меняется. Израиль это двойственное имя. Имя Израиль созвучно словам бороться, сара, сара по-еврейски, бороться, борьба. И Бог по-еврейски Эль Эсруэль так оно звучит на еврейском языке, имя Израиль, которое двойственно, в каком смысле оно двойственно, его можно перевести как воин Божий, тот, кто борется за Бога, на стороне Бога, но также это имя можно перевести как богоборец, тот, кто воюет с Богом. История еврейского народа, она как раз показывает, что в той мере, в какой они были верны Богу, они были на стороне Бога, как царь Давид, о котором сказано, что он вел воины Господни, а когда толпа кричала «распни, распни его», они вели себя именно как богоборцы. Поэтому и в божественных благословениях им говорилось, вы будете как звезды на небе или как прах земной. Ну, есть же разница принципиальная между звездой, которая сияет на небе, и прахом земным, который попирается ногами. спросил Иаков, говоря, скажи имя твое. Иаков хочет узнать имя этого ангела, и он сказал, «На что ты спрашиваешь о имени моем?» Имя ангела чудно, непостижимо в некотором смысле, и благословил его там. Почему ангел скрывает свое имя? Потому что ангел – это поручение от Бога. Ангел – это некий посредник между человеком и Богом, но сам по себе ангел настолько прямолинейен, что он исполняет Божью волю так, как Бог ему поручил. И очень интересное объяснение в Евангелии от Иоанна. Там говорится о том, почему Бог попустил апостолу Петру трижды отречься от своего божественного учителя. И объяснение у отцов следующее. Если бы Петр не пережил бы собственного падения трижды, он был бы как ангел прямолинейен, а в этом смысле он был бы и жесток, как ангел. А имея опыт собственного падения и раскаяния перед Богом, пережив Божье прощение, когда Сын Божий его трижды спрашивает, любишь ли меня, любишь ли меня, любишь ли меня, он может стать пастырем церкви. А ангел не может. Слишком чист, слишком прямолинейен. Ну, это немножко в сторону мы отошли. Инарюк, Иаков, имя, месту тому Пенуэль, Пенуэль, здесь слова лицо Бога, Пенуэль, они созвучны географическому названию, Пенуэль, города в Зайордании, он упоминается в книге Судей и в книге Царей. И хромал он на бедро свое. Действительно, такое противостояние с высокоорганизованным духовным существом, как ангел, бесследно не проходит. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которые на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова. Так оканчивается эта глава. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать 33-ю главу. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать сообщения о новых беседах, которые появляются на нашем библейском портале. С Богом!